КОЛОДУ 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 Кеникс является торговой маркой, то есть значок R у нас здесь присутствует. Так, что у нас здесь написано на торцах? Ну, на торцах у нас написано покрытие колоды, это Air Cushion Finish, Made in USA. Здесь все то же самое, Air Cushion Finish, Made in USA. Здесь написано произведено Card Shark, Германия. То есть, как я понимаю, изначально дизайн был вот именно от этих вот Card Shark, от Германии. Ну, печатается это, конечно же, на United States Plank Card Company. Далее, вот таким вот образом выглядит у нас рубашечка этих карт. То есть, выполнена она в таком прикольном синем цвете, и эти карты есть, кстати, и в красном цвете. Ну, давайте теперь откроем ее и посмотрим. Здесь вот, кстати, сверху надпись Phoenix Poker Deck, то есть колода Phoenix Poker. Ну, на крышечке у нас, как обычно, красуются надписи о том, что все торговые марки, там, знаки являются защищенными и так далее. Ну, в общем, в это я особо не вникал. Я уже, как бы, часто про это рассказывал. Коробка у нас внутри беленького цвета. Так что, теперь давайте поподробнее присмотримся к тому, что у нас есть в этой колоде. В этой колоде у нас есть вот такая вот карта. Называется она Poker Bingo. То есть, если честно, не вникал. Ну, в принципе, Bingo это что-то вроде нашего лото. Но, как здесь в нее сыграть, что-то я как-то даже не стал этим увлекаться. Есть пустая карта с пустым лицом. Теперь давайте посмотрим, как обычно, на наших Джокеров. Джокеры здесь это такие вот две птицы Phoenix. Отличаются они тем, что один летит в одну сторону, другой летит в другую сторону. Вот такие вот у нас Джокеры здесь. Далее. Туз пик. Туз пик очень напоминает туза пик, который у нас находится в картах Bicycle Standard. То есть, когда тузы стандартные, там вот мы помним, в принципе, очертания вот это все то же самое. Только единственное, что там стоит женщина, да. А здесь у нас как раз вот эта вот птица Phoenix находится по центру. Сверху, соответственно, надпись Phoenix, Master Edition, Finest Poker Playing Cards. Вот такие вот у нас надписи. Сразу давайте на рубашечку посмотрим. С рубашкой у нас ничего замысловатого нету, просто красивенькие такие узорчики. Такие вот какие-то ветви у нас растут со всех сторон. И вот здесь вот по центру птица Phoenix. Точнее, две птицы Phoenix. Ну, как обычно, рубашка как бы сама себя зеркалит. Вот такая вот прикольная рубашка у этих карт. Все остальное здесь почти все классическое. То есть, цвета, шрифты индексов, все то же самое. То есть, изображение старших карт. То есть, валеты, дамы, короли, все то же самое. Но вот что здесь отличительная особенность, так это изображение тузов. Здесь все тузы чуточку, ну, как бы не то, что чуточку, но раза, наверное, в два с половиной, в отличие от стандартов, увеличены. И имеют вот такие вот крупные, такое крупное изображение масти по центру. Что вот меня лично очень порадовало. Потому что, честно говоря, уже как-то поднадоело, что везде тузы одно и то же. А здесь вот такие вот крупненькие. Это прям мне очень понравилось. Цвета красные, те же самые классические. То есть, нет никаких затемнений, как на всяких монархах, там, как на картах от Теории 11, короче. То есть, ничего этого нету. Цвета такие классические красные. То есть, вот, пора обратить внимание, у нас третий туз такой же. Здесь лица классика. И четвертый туз такой же. Здесь, как бы, тоже лица классика, цвета все классика. Вот, чем мне понравились еще, чем мне понравились также эти карты, так это тем, что здесь вот такие вот крупные тузы. Что касается самих карт, друзья мои, это просто офигеть. Когда я взял эти карты, когда я попробовал с ними что-то поделать. То есть, они контролируются просто идеально. То есть, они, во-первых, мягенькие и эластичные. То есть, здесь нет вот этой вот какой-то дубоватости, как на байсиклах. Чем мне еще, вот сразу, когда взял эти карты в руки, почему-то по качеству вот этого материала, да, вот самих карт, я вспомнил колоду Blue Crown. Вот, по-моему, точно такие же ощущения у меня были, тактильные, да, то есть, когда я держал в руках Blue Crown. То есть, контроль вот каждой карты, вот эта мягкость, все вот это здесь присутствует. То есть, не надо особо как-то напрягаться и их разрабатывать, например, как байсиклы стандарты, да. То есть, все тасовочки сразу идут прям хорошо. Ну, считай, за счет Air Cushion Finish, конечно же, у нас классное скольжение. То есть, веера, все это раскладывается просто изменительно. Соответственно, всякие ленты. Тоже раскладываются хорошо. В общем, друзья мои, как альтернативу байсиклам, стандартам, я вам советую эту колоду. Просто вот, поверьте, поработав с ней немножечко, вы ее просто полюбите. Это просто обалденные карты. И они, кстати, вот, почему альтернатива байсиклам, стандартам, потому что они такие же дешевые, как и байсиклы стандарты. То есть, они стоят, по-моему, 300 рублей. Вот эти именно карты. Ну, что ж, друзья, вроде бы я все сказал об этом. Кому необходимы такие карты, кому они понравились, то, конечно же, ссылку на покупку в проверенных магазинах. Ну, в первую очередь, на магазин 54 карты, конечно же, где такие карты есть, которые мне предоставили эти карты. Я оставлю в описании к видео. Ну, что ж, на этом все. На связи с вами был Кульков Сергей, он же Моряк. Советую присмотреться к этим прикольным картам и заиметь их в свою коллекцию. Ну, что ж, на этом все. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok